Продолжаем рубрику Саватеев разбирает 19 задачу ЕГЭ. Пункт А. Приведите пример трехзначного числа, у которого ровно 7 натуральных делителей. Пункт Б. Существует ли такое трехзначное число, у которого ровно 21 натуральный делитель? Пункт В. Сколько существует таких трехзначных чисел, у которых ровно 18 натуральных делителей? Чем мне эта задача близка и родна? А тем, что это моя любимая арифметика. Мы на вехах математики разбирали сюжет с тем, что количество натуральных делителей у данного числа вычисляется через основной теоремой арифметики, через его разложение на множители, очень простой формулой. Напоминаю ее, если n равно p1 в степени α1, так далее, pr в степени αr, и все эти числа различны. То есть, если это то самое единственное, ну будем считать, что они упорядоченные по возрастанию, единственное разложение на множители, то тогда каждый делитель это p1 в какой-то степени от 0 до α1 умножить на p2 в какой-то степени от 0 до α2 и так далее на pr в какой-то степени от 0 до αr. Потому что, согласно основной теории арифметики, у делителей должны быть те же делители, да, простые. Такое получился аксиомарон. Ой, как это сказать, наоборот, масло масляное. Ну выбор, выбор, количество, значит, соответственно, количество делителей, там это вот new, new от n, это функция, количество делителей числа n. Это просто произведение всех подряд, ну вот так вот, на единицу больших, потому что 0 может быть 1, 2, так далее, α1. Ну вот если, например, 1 в квадрате, то могут быть три варианта, 0, 1 и 2, ну и так далее. Ну и мы, кстати, знали, что вот в первом и во втором пункте это обязательно квадраты чисел, потому что 7 и 21 делители, это нечетные числа, мы уже разбирали, что у числа нечетное количество натуральных делителей тогда и только тогда, когда оно квадрат. Ну потому что здесь вот все должны быть эти нечетные, чтобы произведение было нечетным. Это может быть только если все альфаиты четные. А тогда корень легко извлекается, деля эти степени пополам. Ну вот, ну и вот в пункте А предлагается привести пример трехзадачного числа, у которого ровно 7 натуральных делителей. Но дело в том, что 7, вот если написать вот это уравнение, ν от n равно 7, то что это означает? Что, напоминаю, что здесь не меньше единицы всей степени, не меньше единицы, потому что мы тут фантомных простых чисел мы здесь не заводили, это настоящее разложение на множители с помощью тех простых, которые действительно входят в разложение n, которые действительно его делят. А значит все альфы не меньше единицы, а тогда эти все не меньше двух. Итак, мне нужно разложить 7 в произведение натуральных чисел не меньше двух. Вариант только один. 7, точка, разложение закончено. Значит только один простой делитель должен быть, то есть и степень, в которую я возвожу на единицу меньше чем 7. Значит ответ только может быть вида n равно p в 6. Но нас просят привести пример трехзначного числа, у которого 7 натуральных делителей. То есть иными словами нас просят привести пример трехзначного числа, являющегося в 6 степенью простого числа. Ну тут подбор, конечно, 2 в 6 64, оно не трехзначное. А 3 в 6 729. А 5 в 6, извините, уже так много, что ни о какой трехзначности речи не идет. Уже в 5 степени это 3125. Поэтому ровно один вариант, 3 в 6. В пункте А ровно один вариант. Пункт Б. Существует ли такое трехзначное число, у которого ровно 21 натуральный делитель? Нет проблем, ни о n равно 21. А как можно разложить на множители 21? Либо прямо вот так 21 точка, либо 3х7. Никаких других вариантов разложить на множители больше единицы. Нет других вариантов. Поэтому либо n равно p в 20, либо n равно p в квадрате на q в 6. И никаких гвоздей, никаких других вариантов. Но заметим, что здесь уже я не могу предполагать, что p меньше q. Здесь как получится. Это просто два различных простых. Если бы они были одинаковые, то формула эта не работала бы. Вот. То есть в этом разложении именно мы имеем в виду, что это либо одно простое в 20 степени, тогда у него 21 делитель. Либо это два разных простых, дающие одно из них, дающие 3 делитель, другой 7, то есть это p в квадрате на q в 6. p и q произвольные. Ну, так как 2 в 20 уже больше миллиона, то понятно, что этот вариант не годится. Вот, значит, прям возьму, зачеркнул. Поэтому обязательно n равно p в квадрате q в 6. Это единственный вариант. Но теперь смотрите, q в 6 вот уже для 3, для 5 уже это больше 1000. Все. Если q равно 3, то нужно, чтобы какое-то простое в квадрате при умножении на 729 давало трехзначное число. Но уже даже 2 в квадрате не дает, да? Это уже четырехзначное будет. Поэтому единственный вариант это q равно 2. Никаких других вариантов нет. q должно быть равно 2. Значит, вот мы, видите, уже разобрали, что q равно 2. Но тогда n равно 64p квадрат. И нам нужно понять, при каких простых p такое число будет трехзначным. Ну, p не равно 2 при этом, да? Ну, пожалуйста, p равно 3 подходит. 64 на 9 это 576. А p равно 5 уже не подходит, потому что 25 умножить на 64 больше 1000. Вот, значит, соответственно, ответ n обязательно равно 576. То есть равно 3 квадрат на 2 в 6. Отлично. Ну и металл, это пункт v. Металл только в смысле перебора, так ничего сложного. Значит, в пункте v спрашивается, сколько существует трехзначных чисел, у которых ровно 18, ровно 18 натуральных делителей. Вот. Кстати, пункт а и b мы не только привели пример, мы доказали, что это единственные варианты. Здесь единственный вариант такой, здесь единственный вариант такой. Так, в пункте v нам нужно 18 разложить. Вот в этот вид там, альфа 1. 18 равно не у от n. Вопрос, с какими способами я могу разложить 18 произведения положительных чисел больших единицы. Ну, либо просто 18, либо 3-жды 6, либо 2-жды 9, либо 2-жды 3-жды 3. Вот. Ну, почему я уверен, что это все, что других вариантов нет? Ну, потому что, смотрите, сколько будет множителей. Ну, так как вообще полное разложение на простые это 2-жды 3-жды 3, то множители уже не больше трех. Если их 3, то ясно, что это 2-жды 3-жды 3, и все. Далее, если их 2, то я должен 2 вот из этих как бы в группу взять. Кажется, что это 3 варианта, но на самом деле 2, потому что один вариант это 2-жды 9, а 2 других дают 2-жды 3, это 6 на 3. То есть вот это вот как бы 2 разных варианта будут, если 2-жды 3 взять и умножить на 3, или 3-жды 3 взять и умножить на 2. Ну, и как бы если один множитель, то понятно, что это просто 18 и все. Тут сразу ясно, что не получится, потому что иначе наше число это P в 17, но даже 2 в 17 сильно больше, чем 1000, поэтому трехзначным мы его не сделаем. Здесь тоже, что у нас здесь. Здесь будут варианты, но их будет мало, да? Что это за форма числа? P на единицу меньше степени, то есть 1, на Q на единицу меньше, то есть 8. Но уже 3 в 8 сильно больше 1000, значит только 2 здесь, Q равно 2 однозначно, да? Там в какой-то момент начнется галимый перебор, я его уже не буду проводить, наверное, до конца, только в общих чертах, но в целом вот как это все решается, да? Здесь Q равно 2, но 2 в 8 это 256, и уже при умножении на 5 это больше 1000, поэтому здесь единственный вариант, единственный это 3 на 2 в 8. Вот это вот действительно число трехзначное. Номер 1 есть, отлично, разобрали. Теперь здесь, вот тут очень много будет, а здесь будет не очень много. Здесь вариант, соответственно, P квадрат на Q в 5 дает нам 3х6 18 делителей. Ну и опять пляшем от Q. Q это не 5, потому что 5 в 5, 3125, уже больше 1000. Значит, Q это 2 или 3? Ну давайте смотреть. Вот это Q равно 3, а это Q равно 2. Видите, тут дальше будет очень-очень много разных случаев, здесь тоже очень много разных случаев. Давайте сразу запишем, как здесь это выглядит. P, Q квадрат, R квадрат. И можно считать, что Q меньше R. Вот здесь Q меньше R. Можно считать. Потому что здесь есть, ну как бы, симметрия Q и R. Они оба во второй степени, и можно просто договориться, что Q меньше R, так как они все разные. Но вот, чтобы я мог забыть при решении этой задачи во время прямо экзамена ЕГЭшного, я мог бы забыть, что P, нельзя предполагать, что P меньше Q, например, при этом. P совершенно произвольное число, отличное от Q и R. Вот действительно, если я написал P, Q квадрат, R квадрат, то можно считать, что Q меньше R, иначе я просто поменяю их местами. Но здесь поменять местами нельзя, иначе как бы другое число в квадрат взойдется. Вот, так что вот что будет дробиться на огромное количество случаев. А здесь всего два случая, Q равно 3 и Q равно 2. Q равно 3, это мне дает, мне дает ситуацию, 3 в 5, это 243. И если P равно 2, то это нормально, это подходит, 2 квадрат на 3 в 5, все еще меньше 1000, хотя очень близко к ней. Вот, оно трехзначное. Вот, как-то надо помечать, да, найденные возможности помечать, чтобы потом считать. А вот 5, если взять, 3 нельзя брать, потому что 3 уже использовано. 5 уже все, 25 на 200, ну понятно, уже сильно больше 1000. Поэтому это единственный вариант здесь. А вот Q равно 2, что нам даст? Нам даст вид, значит, 2 в 5, 32P квадрат. Да, вот 32P квадрат, здесь, наверное, будут несколько вариантов. Ну, например, 32, так, ну, смотрите, есть Q равно 2, то PR может быть равно 3. Пожалуйста, 32 на 9, это мало, это, безусловно, годится. То есть 2 в 5, 3 в квадрат на 2 в 5 вполне годится. Но на самом деле 5 квадрат на 2 в 5 тоже годится, по-моему. 5 квадрат на 2 в 5, это 800, да. Это 5 квадрат на 2 квадрата, это 100, умножить еще на 8. 800 годится. А вот 7 квадрат на 2 в 5 уже не годится. 7 квадрат на 49, 49 на 32 явно уже больше 1000. Поэтому здесь 2 варианта. И, соответственно, мы разобрали все, кроме самого сложного случая, вот такого. И поймали пока раз, два, три, четыре варианта. Значит, здесь будут все остальные варианты. Ну, давайте теперь полисать от R. Чему может быть равно... А, нет, давайте от Q. Проще от Q. Значит, чему может быть равно Q, которое тоже возводится в квадрат? Меньше из этих двух чисел. Ну, если оно равно 5, то R не меньше 7. Но уже 5 квадрат на 7 квадрат, это 25 на 49, это больше 1000. Это примерно 25, ну, 25 на 40 это 1000. Значит, уже не может быть. Поэтому Q не может быть 5. Поэтому вот у меня два варианта есть. Q равно 2 и Q равно 3. Вот. И каждый из них, соответственно, будет как-то ветвиться. Каждый из них будет ветвиться. Тут будет везде много всяких вариантов, в принципе, уже. Ну, давайте смотреть. Значит, если Q равно 3, чему может равно R? То есть у нас уже 9 здесь, а R больше. Ну, если... Так, давайте Q равно 2 вот здесь будет разбираться, а Q равно 3 немножко вот сюда съедем. Значит, ну, давайте посмотрим. Значит, Q равно 3 это 9. Значит, 9P умножить на R квадрат, где R больше чем 3, где R начиная с 5. Так, 9P на 25. А, ну, давайте, значит, если R больше 5, может ли быть R равно 7? Ну, во-первых, 11 уже не может, потому что это будет 121 на 9 уже больше 1000. Значит, получается, что вот в этом случае R может быть только 5 или 7. Только 2 варианта, 5 или 7. Значит, что с 7? 49 на 9 и на P. 49 на 9 и на P. При P равно 2, нормально, нормально. 2 на 3 квадрат на 7 квадрат меньше 1000. Да, там что-то типа около 900 получается. Годится. Значит, это, 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 это самое. А если R остался R, только равное, соответственно, из 7, 11 нельзя, 7 можно. Вот, это только единственный вариант. Значит, что тут больше поставишь простой, уже мы вылетим куда-то очень далеко за 1000. Ну и можно 5 поставить. 3 квадрат, так, 3 квадрат на 5 квадрат. И это, это 225. И здесь тоже только один вариант, потому что в этом случае, в этом случае, видите как, здесь стоит либо 2, либо сразу 7. А 7 на 225 в квадрате уже больше 1000. Значит, соответственно, и тут, и тут по одному варианту. И самый плодотворный для нас вариант, это Q равно 4. Вот, то есть получается P на 2 квадрат на R квадрат. То есть Q равно 2. И, соответственно, здесь получается P на 2 квадрат на R квадрат. И R, начиная с 3. Вот, ну опять перебор, да? Опять перебор. R, начиная с 3. Значит, у меня может быть P на 2 квадрат на 5 квадрат. P на 2 квадрат на 7 квадрат. Ну и P на 2 квадрат на 3 квадрат. 3, 5, 7. Почему не может быть 11? Потому что 121 на 4, это 484. А P уже двойка задействована. Поэтому следующий вариант только 3. А 3 на 484 вылетает за пределы диапазона. Это больше 1000. Поэтому 11 не может быть. Вот только эти варианты все надо рассмотреть. То есть надо, реально осталось проверить просто. Вот видите, дальше чистая рутина. В каждом случае перечислить, сколько для простых чисел остается вариантов. Ну, например, здесь сколько? Давайте я прям выпишу, да? Это 100p, да, написано? Вот здесь написано 100p. 100p. Здесь что написано? 14... 196p. Так? А здесь написано 36p. Вот, но я считаю, что здесь будет полно. Так, до этого у нас было раз, два, три, четыре. И все остальные... А, вот 5, 6, да? Вот 5, 6. 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вариантов. Значит, сейчас еще сколько-то. Значит, было 6. Было 6. И осталось разобрать и эти 100p. Но здесь, так как мы взяли 2 и 5, то можно брать только 3 и 7. 11 уже не годится. Значит, здесь два варианта. Плюс 2. Пишем. Уже не выписываю, да, чему они равны. Вот. 3 и 7. Дальше. 196p. Здесь какие задействованы? 2 и 7. Значит, 3 и 5 можно. 11 уже не влезает. 3 и 5. Оба не выходят за диапазон. Поэтому здесь тоже два варианта прибавляется. Итого у нас уже 10 вариантов. И мы, соответственно, ожидаем, что сколько здесь будет? Здесь p должно быть таким, чтобы это вышло за диапазон. И не равно 2 и 3. То есть p равно 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. И нужно просто поставить стоп там, где при умножении на простое вылетаем за диапазон. По-моему, 36 на 29 больше 1000. Ну да. 36 на 30. Ну да, да, да. 36 на 29 уже больше 1000. Все. Значит, вот эти все годятся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плюс 4 плюс 6. 17 ответ. Проверяем. Да. Все. Ответ 17. Итак, ну что я могу сказать про эту задачу? Кто в ней сможет получить полный балл? Первое. Кто понимает основную теорию арифметики и формулу, следующую из нее для количества делителей? Второе. Кто быстро ориентируется в степенях, да, что умножить на что, что дает? Третье. Кто просто аккуратен? Я бы за нее полный балл не получил. Это совершенно точно. Я бы где-нибудь ошибся. То есть аккуратный, долгий перебор всех вариантов до конца. Ну и лишней работы не делать. Вас спрашивают сколько? Не надо в каждом случае проверять, чему равно соответствующее число. Вы просто пишете, что вот здесь P может быть вот столькими вариантами взято, семью. И все они годятся. То есть последний перебор можно сократить просто до указания диапазона и в нем аккуратное перечтение всех простых. Ну да, ну и на зубов знания первого диапазона простых чисел. Вот так. Но это знания, которые в принципе вам потребуются впоследствии при изучении нормальной математики. Так что я должен сказать, что это задача номер 19. Она что-то реально проверяет вполне. Она хорошая. Спасибо.